В эфире новости губернии. Здравствуйте, в студии Сергей Дрожевкин. И Татьяна Потоцкая. Сначала коротко о главных темах выпуска. Батареи люди требуют, энергетики обещают. Отопительный сезон опять на грани срыва. Кто виноват, и когда во всех квартирах станет тепло. Коммунальные прогнозы в нашем выпуске. Для тех, кому за 50 услуги стилиста, курсы рукоделия и экскурсия в прошлое. Как в регионе отмечают Всемирный день пожилого человека. И какие сюрпризы приготовили для пенсионеров, знают наши корреспонденты. Не расстались с комсомолом. В Самаре открылась ретроспективная выставка в память о советской эпохе и к 95-летию ВЛКС. Отопительный сезон, который в этом году стартует на две недели раньше обычного, тормозят коммунальные долги. Энергетикам недоплатили свыше 3,5 миллиардов рублей. А это значит, что без тепла в ближайшие две недели могут остаться примерно 150 тысяч человек. Больше всего должников в Самаре и Сызране. В областной столице это дома, которые обслуживают управляющие компании коммунальник, ПТС-сервис и Альтернатива. Кроме того, почти треть жилого фонда до сих пор не получила паспорта готовности. Помимо паспортов разрешений есть техническая, так называемый показатель технической готовности. Прежде всего промывка и опрессовка. Без этих основных технических условий мы не можем их подключать, поскольку в этом случае мы берем на себя ответственность жизни и здоровью людей. И, к сожалению, сейчас по данным по промывкам и опрессовкам, то есть основной вообще показатель, который был там на вчерашнее число, по Самаре это порядка 71%. То есть 29% даже еще и не удостужились этого сделать. Лучше всего подготовились к зиме в Тольятти и Новокубишевске. Там подключение идет по графику. В Самаре тепло пока дали в 317 жилых домах и в 192 объектах социальной сферы, больницах, школах, учреждениях культуры и спорта. Через 4 года в России должен быть расселен весь аварийный жилищный фонд. Крайний срок обозначен на федеральном уровне 1 сентября 2017 года. Эта тема стала главной на заседании Совета Приволжского федерального округа. В мероприятие принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Он сообщил, в регионе уже расселили почти 10 тысяч человек, а темпы жилищного строительства в ближайшее время будут существенно увеличены. Обо всем по порядку. Олег Зверев. К 2017 году без ветхого и аварийного жилья такие сроки определило высшее руководство страны. Проблему неоднократно ставил президент Владимир Путин. Ход расселения аварийного жилого фонда в регионах Приволжского федерального округа обсудили в Чебоксарах на заседании Совета при полномочном представителе президента. В его работе принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Программу продлили на 2 года. До 2017 года. В бюджетах предусмотрено предварительно софинансирование дополнительное из федерального бюджета по 10 миллиардов в 2016 и 2017 году. Еще раз эти деньги направлены для того, чтобы снизить объем софинансирования субъектов федерации. До 1 января 2012 года это жилье было принято к учету. Мы понимаем, что реализуя программу до 2017 года, объем жилья, который будет фактически относиться к категории аварийного, будет кратно возрастать. В своем выступлении Николай Меркушкин отметил, что региону предстоит существенно увеличить объемы строительства и ремонта жилья. Мероприятия будут проводиться совместно с Федеральным фондом содействия и реформирования ЖКХ. Из непригодных для жизни домов уже удалось расселить почти 10 тысяч человек. На реализацию областных программ предусмотрено почти 6 миллиардов рублей, из которых треть – средства Федерального фонда. Самарская область – первая в стране, где создан фонд капитального ремонта многоквартирных домов. А значит, регион может рассчитывать на дополнительные федеральные деньги. Что касается ветхого жилья домов, или точнее квартир, мы должны построить более 20 тысяч, это примерно 23 тысячи квартир. Что касается ремонта ветхого жилья, то здесь объем квадратного метра значительно больше, и этот процесс будет не в течение 7 лет решаться, а он будет решаться, скажем, постоянно. То есть, этот процесс будет, скажем, долгий, долгий в том плане, что понятно, что идет износ жилья, и по ряду категории людей необходима будет всегда помощь государству. Возможности региональных бюджетов по расселению ветхого и аварийного жилья еще только предстоит оценить в полной мере, а пока прорабатываются новые механизмы. Жилье эконом-класса на землях Федерального фонда жилищного строительства, развитие рынка арендного жилья, система государственно-частного партнерства в этой сфере – вот некоторые из предложений, которые будут представлены на уровень федеральной власти. Важно только, чтобы исключить злоупотребление на местах. Для этого нужен жесткий контроль всех расходов. Олег Зверев, Новости губернии. Метеоспутник «Ресурс-П», собранный на ЦСКБ «Прогресс», работал в штатном режиме. Об этом сообщает Федеральное космическое агентство. Напомню, запуск аппарата дистанционного зондирования Земли состоялся 25 июня этого года. Он сменил на орбите своего предшественника «Ресурс-ДК». И по сравнению с ним у нового спутника есть ряд существенных преимуществ. Число узких спектральных диапазонов увеличено с 3 до 7, что позволяет обеспечивать гиперспектральную и стереосъемку, а также привязку снимков с точностью 10-15 метров. Добавлю, что второй аппарат из этой серии планируют запустить к концу 14-го, а третий еще через год. В дальнейшем будет разработана модернизированная версия «Ресурс-ПМ». Новое поколение спутников сможет вести съемку с разрешением уже до полуметра. Стопальников и двоечников в регионе стало больше. В областном министерстве образования подвели итоги ЕГЭ. В целом результаты в Самарской области выше средних по стране. По мнению экспертов, это не только достижения, но и повод задуматься о качестве контрольно-измерительных материалов. Больше половины выпускников сдают по выбору по 3-4 экзамена. Значит, заранее определились будущей профессии и целенаправленно выбирают предметы по специальности. Все больше абитуриентов сделали выбор в пользу технических вузов, причем именно в Самарской области. Продолжать обучение в других регионах отправились на 2,5% меньше выпускников, чем в прошлом году. Наряду с наметившимися положительными тенденциями, есть и отрицательное увеличилось число старшеклассников, которые так и не получили аттестат. У нас 4,5% выпускников. Эта цифра достаточно серьезная. По России, подчеркиваю, она выше. Это около 7%. Но все равно, на мой взгляд, именно в этом направлении нам предстоит очень серьезно поработать. А в Киеве-Черкассах стартовало 11-е всероссийское первенство по шахматам среди учеников сельских школ. Участники приехали из 18 регионов страны. На детских соревнованиях все серьезно. Швейцарская система жеребьевки и строжайшие требования к дисциплине. За турниром наблюдала Марина Кравцова. Для Лены Аршановой любимое занятие — решать сложные логические задачи. За шахматной доской девушка проводит по 3 часа в день. Девятиклассница из Иркутской области уже дважды становилась чемпионкой всероссийского шахматного первенства среди сельских школьников. Но считает, победа не главная. Умение двигать фигуры и в жизни может пригодиться. Шахматы как бы дисциплинируют немного. Человек немного делают спокойнее, усидчивее. Ну и в то же время мозг работает. Шахматы и соревнования в Кенель-Черкасах проходят в 11-й раз. Начались они как небольшой турнир. Теперь за столами участники со всей России. От Новосибирской до Ленинградской области. Всего 18 регионов. Ребята из сельских районов к игре готовятся основательно. Команда Самарской области делает ставку на первые ходы. На тренировках отрабатывали дебютную подготовку. Если не знать дебюта, то в принципе фигуры расставишь плохо, и потом уже будет играть хуже. А там уже творческая игра начинается. Требования к умникам-умницам строгие. В случае опоздания засчитывают поражение. И контроль, как на ЕГЭ. Никаких сотовых телефонов. Впрочем, этим ребятам подсказки не требуются. Весь годовой план подготовки нацелен на то, чтобы выступить успешно в этом соревновании. Это знать, какой стимул для роста. Уже кандидаты-мастера приезжают с приезжим международным рейтингом. Первенство продлится неделю. Медалей Кубки от Российской Шахматной Федерации самым одаренным школьникам вручат 6 октября. Марина Кравцова, Александр Ерофеев. Новости губернии. Кинель-Черкасский район. Мастер-классы от стилистов и визажистов, йога и дыхательная гимнастика. В День пожилого человека в Самаре пенсионерам предложили обширную и нестандартную развлекательную программу. Впрочем, был и более традиционный набор бесплатных услуг. Медобследование, юридическая помощь, курсы по рукоделию и кулинарии. Подробнее Дарья Болгова. Ольга Александровна на форуме «Серебряный возраст» впервые приехала из Чапаевска. В свои 67 она и выглядит отлично, и чувствует себя прекрасно. Уверена, главное не стареть душой. По ее мнению, самое сложное при выходе на пенсию найти, куда потратить свободное время. Здесь предлагают варианты. Изделия из бумаги, из продуктов питания, из овощей. Вышивка. Вышивка – это вообще чудо. Вообще очень интересно то, что в основном представленная работа пожилых людей. Вот хочу сказать, сколько у них силы. Самые сильные спортивные на форуме. В 84 года ни дня без легкой атлетики. И как результат, награды едва уместились на выставочном стенде. Пока мужчины обсуждают спортивные победы, дамы осваивают новое хобби – валяние из шерсти. А модницы не упустили возможность сменить прическу. Особым спросом пользовалось плетение коз. На форуме можно даже в прошлое вернуться. Инсталляция ретро-квартиры с настоящим патефоном переносит гостей на десятки лет назад. Не пустую – это кабинет УЗИ. В считанные секунды выстраивается очередь за бесплатным обследованием. То мероприятие, которое мы сейчас проводим, главная его задача в том, чтобы эти люди создать условия для них и показать им пример того, как можно оставаться активным, как можно вести интересную и качественную жизнь, независимо от того, работаешь ты или нет, являешься пенсионером или, к сожалению, получил инвалидность. Но важно старшему поколению не только найти новое увлечение, но и права свои знать. Представители министерства объяснили гостям, как начисляются субсидии и на какую сумму пенсионеры могут претендовать. В Самарской областной библиотеке открылся красный уголок. Вернуться в советскую эпоху предлагают организаторы ретроспективной выставки. Ее приурочили к 95-летию образования комсомола. Предметы быта – фотографии, комсомольские билеты и значки. Экспозицию собирали всем миром и даже через социальные сети. Оказалось, настоящие раритеты пылятся на полках почти в каждой второй квартире. Кадры из прошлого в нашем материале. Под песней о главном для советского комсомола. В небольшой комнате собираются люди. Они листают газеты, на страницах которых вся история страны. Выставку к 95-летию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи мы решили организовать к этой юбилейной дате по решению губернатора нашей области. Было принято решение о том, что мы празднуем все-таки эту дату. Мы приглашаем всех наших комсомольцев, бывших, для которых дорога эта эпоха, которым есть что вспомнить. Есть повод встретиться на этой выставке, поговорить о тех славных годах, поскольку это была наша молодость. Единственная современная вещь в этом интерьере – проектор. На экране показывают кадры из культовых фильмов. Как закалялась сталь, добровольцы, молодая гвардия. В остальном полная ретроспектива. Предметы, знакомые каждому, кто родился в СССР. На отдельном стенде фотографии, комсомольские билеты и значки. Все это собирали с помощью читателей. Оказалось, что настоящие раритеты пылятся на полках почти в каждой второй самарской квартире. Благодаря социальным сетям мы распространили объявления о наборе каких-либо вещей для нашей выставки и получили вот такой вот флаг от наших читателей. Просто девочки принесли, увидели у себя на даче вот такой вот замечательный флаг, который тоже будет представлен у нас. Его можно потрогать, прикоснуться к эпохе. Экспонаты принимают и сейчас. Интерьер «Красного уголка» будут дополнять. А через месяц после закрытия выставки все вещи обещают вернуть владельцам. Татьяна Потоцкая, Дмитрий Столяров, Новости губерния. С нового года платить за утилизацию мусора придется не с квадратного метра, как сейчас, а за каждого прописанного в квартире. Изменения в закон инициировали областные депутаты после того, как получили массу возмущенных обращений от жителей Самары. Тарифы начислений за вывоз твердых бытовых отходов выведут в отдельную строку в квитанциях. В квитанции к содержанию жилого фонда было отдельно вывоз мусора. Разъединить это, чтобы было ясно людям, сколько они платят за вывоз мусора, сколько идет на содержание дома, придомовой территории, чтобы жителям было понятно, за что они платят свои деньги. Во-вторых, нам было понятно, потому что сейчас случилась такая ситуация, что была лицензия на сбор и вывоз мусора отменена. Поэтому у нас больше 200 управляющих компаний по городу. И куда они вывозят мусор, сколько они платят за это, непонятно. К слову, только в этом году коммунальщики не довезли до полигонов 40 тысяч кубометров мусора. Изменения в платежках, по мнению депутатов, помогут в борьбе со стихийными свалками. В Красноярском районе прошел турнир по самбо, посвященный памяти героя России генерала Геннадия Трошева. Он дважды возглавлял объединенную группировку войск в Чечне во время контртеррористических операций, а погиб в авиакатастрофе в 2008 году. Соревнования уже успели получить статус межрегиональных. На ковер вышли борцы из Самарской области, а также из Саратова и Чувашия. Что лучше, сила и натиск или холодный расчет, выяснил Василий Иванов. После сигнала к началу счет идет на доли секунд. Всего за три минуты нужно успеть уложить соперника на лопатки. Дмитрий Крупин на ковре уже не новичок. Своему сопернику не дал почти ни единого шанса. Рассказывает, чтобы победить, только знать приемы и быть сильным мало. Борьба всегда импровизация. Пробовать все всякие разные движения, что-то должно получиться. Бывает сложный соперник. Тут вот уже на Россию ездил. Как бы там уж потяжелее было. Тут еще не так сложно. Всего побороться за звание лучших вышло 85 человек. Возраст от 12 до 14 лет. Кроме самарцев на ковре борцы из Татарстана, Саратова, Чувашии и Оренбургской области. За участников на ковре переживают не только родители, но и товарищи по команде. По словам организаторов, посвятили этот турнир в памяти генерала Трошева не случайно. Самбо традиционно популярно у силовиков. Нам очень важно в детях воспитывать патриотизм, чтобы они знали героев. И чтобы они, занимаясь самбо, становятся сильнее и увереннее в себе. Они могут постоять не только за себя, но и за своих близких, за свою страну. Поэтому этот турнир очень значимый. Поэтому здесь так много людей в погонах. Занявшие первые и призовые места получают шанс проявить себя на всероссийских соревнованиях «Юный самбист-2013» в Москве. Василий Иванов, Михаил Смирнов. Новости губернии. Красноярский район. Самарская область официально признана одним из лидеров событийного туризма и рекордсменом по количеству участников и гостей культурных мероприятий. Как подтверждение, 8 призов в 11 номинациях на всероссийской ярмарке «Рашин Оупен Ивент Экспо». Все, чем богато представили на выставке, она открылась на площади славы. В одной экспозиции собраны фотоотчеты с мероприятий, которые уже по праву считаются визитными карточками 63-го региона. Грушинский фестиваль, платформа «Рок над Волгой», который за 4 года стал самым массовым музыкальным событием и получил статус самого большого фестиваля одного дня в Европе. А еще классика над Волгой, барабаны мира, традиционный сызранский помидор и зимняя кругосветка на собачьих упряжках. Всего 56 снимков. И это далеко не все праздники и фестивали, которые проходят в Самарской области. Напомню, что сейчас в регионе ведется работа по созданию туристического кластера. Ставку делают как раз на развитие внутреннего туризма. В завершении выпуска о погоде, как сообщает Приволжский гидрометцентр, в ближайшие несколько дней в регионе будет по-прежнему холодно. Всему виной циклон, который постепенно смещается за Урал. Из-за его влияния на протяжении всей рабочей недели температура воздуха в дневные часы поднимется максимум до 9 градусов, а ночью столбик термометра опустится до 2 градусов ниже нуля. Возможно, кратковременные дожди, а местами мокрый снег. И на этом все новости. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Заморозки до минус 2, днем 3,8 тепла. На севере и западе региона 2,5 выше нуля. На востоке и юге около 7 тепла. В столице региона ночью плюс 1. В дневные часы в Самаре и Тольятти 5 градусов выше нуля. И северо-западный ветер. Возможно, небольшой дождь. Субтитры предоставил DimaTorzok